всем привет сегодня мы будем с вами рисовать быстрые наброски животных как и обещала как-то однажды сейчас музычку включу какую-нибудь для настроения в общем не просто так я выбрала животных которых я выбрала они есть в stories я их выложила буквально час назад и вы их можете там взять это вот эти наши зверьки замечательные это животные которые были в сюжете сериала планета земля планета земля 2 которая смотрела это второй сюжет я вы смотрела буквально там несколько дней назад и я не успела поделать набросков самостоятельно на первый сюжет я сделала наброски на еще их не показывала никому на второй сюжет я набросков не делала но так как как раз такое такая тема эфира я решила сделать их как раз вместе с вами выбрала этих животных да это будет не наброски по памяти как я делала до этого по сюжетам которые смотрела но я думаю что вы с удовольствием ко мне присоединитесь такие замечательные красивые птицы и звери и с удовольствием вместе их порисуем более того я расскажу вам что вспомню какие-то факты об этих животных что про них интересного рассказывали и так в общем вот такие у меня красивые зверьки я думаю что я начну с лисицы напомню что это быстрые зарисовки я не буду сейчас ставить время на каждого отдельного зверя вы можете самостоятельно поставить время если вам захочется но в любом случае я буду стараться укладываться примерно в пять минут на каждого животного чтобы не растягивать сильно длительные зарисовки то сделать в основном упор на какие-то основные главные моменты ключевые детали которые я вижу в изображении так для начала я сейчас смочу краски свои чтобы я потом не тратила время на то чтобы их как раз не успела настраиваться на эфир вроде столько времени было но я сейчас продумывала программу записи курса по акварельному скетчингу продумывала мастер-класс ближайший который будет у меня первых записи и ну я просто всеми мыслями ушла туда потом увидела что уже время нужно уже выходить в эфир и бегом бегом в общем сейчас мне нужно немножко буквально там две-три минутки пока в процессе начну нужно будет головой перестроиться на вот на то происходящее что здесь сейчас и я буду более конструктивно мне кажется рассказывать если есть какие-то вопросы пишите я буду периодически отрываться и читать и отвечать ну а так собственно какая задача делаю быстрые наброски быстрые зарисовки вот у меня разворот от макс гудс это скетчбук большой и собственно в нем сейчас буду колдовать в работе у меня будет карандаш 2b карандаш 4b гелевая ручка черная и писте с резервуаром примерно примерно этот эфир будет такой же как он был сейчас я покажу как был вот этот эфир с цветами но только животные и здесь цветами мы на время рисовали тут я на время не рисую но естественно это по желанию и так первая лисичка лисичка я сделала вот здесь наверху собственно что что главное я высматриваю я сейчас смотрю силуэт всего тела всей фигуры но естественно у меня уже есть определенная насмотренность потому что я животных в принципе любила рисовать всегда и поэтому но так или иначе много за ними наблюдала смотрела изучала их и до этого поэтому сейчас я не могу сказать что я прям с нуля до что-то буду рисовать пробовать ту же лису я когда-то уже рисовала того же снежного барса я когда-то уже рисовала то есть какие-то знания в голове все равно остались они есть и соответственно здесь сейчас мне немножко ну скажем так полегче будет работать зоопарки что-то рисовать на почему все время говорю так важно делать зарисовки с натуры по возможности да потому что это все откладывается в голове всегда даже если он кажется что вы ничего не помните на самом деле все вы помните и все это так или иначе всплывает у нас при необходимости но захотелось мне лисичку сделать больше в карандаше не знаю сейчас посмотрю куда я буду акварель одевать будет ли она у меня наверняка она у меня будет не во всех моих набросках только в некоторых ну вот как то так ты что получается что я сделала я в первую очередь нашла вот эту линию вот этот силуэт потому что он такой очень интересно очень явно и у лисицы он прям здесь много деталей внизу очень много всяких мелких деталей а здесь идет ровно красивая линия которая нам подчеркивает этот характер движения показывает длину туловища показывает наклон шеи головы да то есть вот эти все моменты раз и зафиксировали все это уже у нас есть так все надеются на сохраненный эфир но я тоже надеюсь на сохраненный эфир но ничего не обещаю потому что за instagram я к сожалению отвечать не могу вот наверное я немножечко все-таки лисичку разукрашу добавлю сейчас и насыщенный красивый рыжий цвет но буду делать это не по всему туловищу только чуть-чуть а Вот я думаю, что это будет и достаточно для лисицы, но в принципе так и получилось, что как раз минут 5 плюс-минус ушло. Следующие у меня будут горные козлы. Это козел, это козленок. И попробую сейчас их вместе как-то сгруппировать, посмотрим, что из этого получится. Напомню еще раз, референции все в сторис висят, поэтому они здесь в кадре у меня висеть не будут, чтобы не мешать. А с козлом я, пожалуй, начну с 4Б карандаша более такого насыщенного. И опять же, что получается? Я здесь в первую очередь смотрю, какие отличительные, интересные моменты в изображении я вижу, в предмете, который я хочу изобразить. Это вот эти классные красивые рога интересные, которые такие фактурные, с какими-то зазубринами, и они закручиваются, интересно. И это угловатая фигура нашего козла. У него и немного треугольная голова угловато, и здесь тоже такие углы треугольные, треугольники вписываются, интересные. И вот эти моменты основные, которые я хочу запечатлеть. Я часто в скетчах позволяю себе одним рисунком на другой наваливаться. и вот таким способом сразу подчеркнуть вот эту необычную форму, даже не форму, а строение рогов, как они. Интересно. Интересно имеют эти зазубрины, какие-то выступы. А вот как раз в этом сюжете рассказывали про горных козлов. Очень интересно, что они своих козлят рождают очень высоко на отвесных скалах, на которых сложно животным подступить, особенно хищникам. Ну и соответственно, там они козлят своих выращивают, чтобы хищники не достали до них. Но каждый день практически они спускаются вниз, где находится какой-то источник воды, то есть какие-то водоемы, реки там. И они по вот этим отвесным скалам должны спуститься сверху вниз. Для взрослых козлов это не составляет большого труда, потому что у них есть опыт. А для козлят, конечно, это уже более сложно. И тут подключается естественный отбор, начинается там, козлята могут попадать, если куда-то не туда наступят. Но как бы понятно, что природа есть природа. Вот. Ну и плюс внизу поджидают как раз от этих козлов лисицы. И вот эти лисицы охотятся на козлят. И козлята должны успевать вовремя среагировать, куда им убежать, ускакать, на какую часть скалы, где козлята смогут передвигаться, да, а лисица не сможет. Потому что там будет сильно круто, сильно резко. Но эти козлята очень быстро учатся, очень быстро развивают свою маневренность, цепкость. И, собственно, им удается очень быстро отрываться от хищников, от преследования. Думаю, что горный козел взрослый у меня будет только вот голова. Как видите, я начала с такого насыщенного карандаша 4Б и потом перешла на гелевую ручку. Немножко их тут соединила, чтобы более плавный переход был. И теперь дальше уже буду... Все-таки получаются абстрактные картинки, но достаточно интересные, потому что в них есть что-то вот какой-то свой характер, свой интересный способ решения. Я уже в прошлый раз на прошлом эфире говорила, что благодаря таким быстрым скетчам, быстрым зарисовкам, зарисовкам на время вы учитесь улавливать важное, главное в изображении и отпускать второстепенно, то есть не циклиться на второстепенном. Все внимание оставлять на том, что у вас основное в вашем поле зрения. Я останавливаюсь на горном козле, на взрослом, и сейчас буду вот этого козленка рядом рисовать. Начну его тоже гелевой ручкой, но наверное добавлю акварель еще к нему. И сделаю его гораздо меньше, то есть непропорционально вот этому козлу я его буду делать маленьким, а еще меньше, потому что у меня тут еще другие животные должны поместиться, и я просто их рядом ставлю в группу, что вот взрослый козел, козленок, но при этом не стремлюсь сохранить пропорции. То есть это мне здесь в данном случае не важно. вот, да, начали смотреть по рекомендации серии про животных, очень познавательная и нам с мужем и детям, это реально очень интересно и взрослым и детям, мне кажется, для детей это вообще будет классно, интересно, потому что там рассказывается, все интересно, для взрослых тоже, мне еще очень нравится в этом сериале конкретно, что в конце там буквально 10 минут посвящено тому, как снимались эти сюжеты, то есть такие закадровые моменты, как группа съемочная преодолевает какие трудности и препятствия, чтобы снять те или иные кадры, это тоже очень интересно, захватывающе. А так, конечно, да, и детям, мне кажется, даже тем детям, которые в принципе не очень увлекаются там природой и для них это все не так интересно, как например там какие-нибудь самолеты или что-то в этом роде, ну к примеру, да, вот как-то этот сериал, мне кажется, может захватить даже тех деток, которым это не так интересно, потому что ну действительно он классно снят, интересные рассказы и он не как сказать, ну в общем не нагружает, то есть очень легко смотрится, информация легко воспринимается. Все равно большой козленок получился, дело поменьше. Ну и еще раз скажу то, что я говорила в прошлом эфире, вот такие быстрые наброски, быстрые какие-то скетчи на время или не на время, ну просто зарисовочки это все тренировка. Пожалуйста, если вы будете это делать, не ждите от себя какого-то классного, качественного суперрезультата. Здесь задача другая, здесь нет задачи сделать завершенную там сложную какую-то иллюстрацию, картину написать, да, там сложную акварель решить. Нет, здесь задача стоит в том, чтобы изучить то животное или тот предмет, который вы рисуете, вот поизучать его, посмотреть, какие, как у него там лапки идут, как, либо из-за цветов, да, там как стебелек идет, как тут строение происходит, какая анатомия, то есть вот эти все моменты, просто изучение, моменты изучения и если вы и без того сложной задачи изучить этот предмет, ставите себе еще дополнительно задачу сделать это офигенно, классно, чтобы это было прям супер-пупер красиво, но это может очень перегружать вашу там мозг, психику, да, то есть в итоге можете получить разочарование от того лишь, что излишне большую задачу себе поставили, то есть не нужно стараться там выше прыгнуть головы, просто расслабьтесь, получайте удовольствие от процесса того, как вы это все изучаете, у козлов, кстати, раздвоенные, по-моему, копыта, им раздвоенными удобнее цепляться за вот эти отвесы, так, козленок, у меня будет линейный и добавлю ему цвета. Название сериала Планета Земля 2 Есть еще сериал Голубая планета 2, это, по-моему, те же создатели, Голубая планета это про Мировой океан, а Планета Земля это больше про суши, про животных. Почему 2? Потому что эти же сериалы были, по-моему, 10 лет назад сняты в одном виде, и вот спустя 10 лет, по-моему, в 16-м году эти сериалы выходили, или в 18-м году, не помню точно, но, в общем, вот, недавние эти сериалы уже с новыми технологиями, с новыми возможностями пересняли. и вот второе поколение этого сериала, оно прям очень классное. Первое не смотрела, не знаю, думаю, оно тоже классное, но так как это 10 лет назад, там, скорее всего, просто, ну, сами камеры похуже, кадры похуже. Подобраться к краскам поближе. Я сегодня буду выкладывать публикацию вот с этим результатом по эфиру и напишу там еще раз название этого сериала. Собственно, в данном случае цвет я накладываю тоже, ну, не скажу, что прям по каким-то тут особо правилам, канонам или еще чем-то. Просто смотрю, какие оттенки есть у животного на фотографии и захватываю либо теневую часть беру только, либо смотрю, какие-то пятнышки интересные, цветовые, как у лисицы рыжий, да, цвет взяла, добавила. То есть вот эти моменты подчеркиваю. Практически одноцветные, не сказала, что у него какое-то разнообразие по цвету, поэтому особо тут даже выдумывать. Ничего. Можно будет потом еще в какие-то участки пустые добавить факты, вот то, что я рассказываю, написать что-то. Итак, следующий у меня беркут и есть еще прекрасный снежный барс. я пожалуй его вот этого именно нарисую здесь, вот в этой части. Красавец просто. Все хотела, хотела его нарисовать. И вот наконец сегодня доберусь хотя бы зарисовку сделать. Опять же, на что обращаю здесь внимание? У него очень красивый вот этот силуэт, который идет. длиннющий хвост, красиво закручивается фигура и все это, видите, от хвоста пошло вот так сюда-сюда-сюда раз и закрутилось возле головы. Вот этот момент я хочу сейчас передать. И, пожалуй, буду делать в карандаше. Начну я с замечательного нашего красивого хвоста. Очень классно в зарисовках использовать вообще в принципе всегда разные массы. Но сейчас пока что у меня получается все примерно одинаковое. То есть то, о чем я говорила только что, почему важно не зацикливаться на результате, а делать просто по кайфу. Потому что вот сейчас я изучаю фигуру и у меня основная моя задача изучить то, что я рисую. и в данном случае я могла бы сделать гораздо интереснее сам разворот, сделать более живое наполнение, более контрастно между собой скомпоновать различных животных и по-разному применить инструменты, которыми я пользуюсь. сделать более живой интересный скетч. Сейчас если козел не потечет, я вам покажу, что я имею ввиду, когда я делала разворот с дикими кошками. то здесь я не только делала наброски диких кошек, то есть у меня здесь было не только изучение, но и задача стояла сделать интересный разворот, интересную динамичную композицию в этом развороте. вот здесь такой задачи у меня не стоит, то есть тут у меня задача только изучение. И вот если бы я постоянно ставила бы себе задачу сделать и красиво по композиции, по контрастам и прочее, и при этом чтобы это было произучение предмета, который я рисую, я бы скорее всего разочаровалась в композиции, потому что на изучение в первую очередь уходит внимание, и соответственно что-то начинает проседать. В данном случае проседает композиция. То есть если мы говорим о классной композиции, хорошей прорисовке, хорошем интересной детализации и прочее, то мы говорим немножко о другом количестве времени. То есть тут уже нужно больше времени потратить на то, чтобы это нарисовать. То есть нужно понимать, какие задачи перед вами стоят, объективно оценивать свои возможности, что вот сейчас я могу сделать только вот это. Я знаю, что в рамках эфира, если я хочу много животных порисовать, или много растений порисовать быстрыми набросками, я не заморачиваюсь на композицию особо. я изучаю материал, я показываю вам, как этим материалом я пользуюсь, и на этом моя основная задача. Точно так же вы сами себе тоже дома в домашних условиях ставите задачи объективные, да, и старайтесь их реализовать. Если не получилось что-то реализовать, да черт с ним, вы кайфанули от процесса, отдохнули, у вас все равно получилось хорошо. Так, вот он мой красавец, сейчас я немножко его в карандаше, больше на него времени уйдет, потому что он такой красивый, что хочется его прям поинтереснее прорисовать, все-таки любовь-любовь у меня с ним, поэтому вот тоже смотрите вот эти узоры, которые вокруг глаз, на морде у него, я не повторяю то, что я вижу на картинке, я просто угадываю примерно, что там изображено, смотрю, как там это все показано и стараюсь примерно похоже решить, то есть особо если сейчас рассматривать, сравнивать, то вряд ли мы увидим там большие схожести, но при этом угадывается, что это красивая большая кошка, сейчас добавлю акварельные цветы, будет вообще понятно, что это снежный барс, юрбис, о, кстати, про них интересные факты звучали такие, что на каждый квадратный 100 километров одна особь всего лишь снежного барса, их очень немного, редкие животные живут в одиночестве, соединяются только для того, чтобы размножаться, на имею ввиду, встречаются на территории, такая маленькая у них численность, потому что не так много еды, где они обитают, и соответственно, поэтому их по чуть-чуть совсем рождается, по чуть-чуть их водится, чтобы всем хватало. Представьте, на 100 квадратных километров только лишь одна кошка входит. самки своих детенышей выхаживают два года, то есть два года они с ними ходят, они с ними охотятся, для них охотятся, и только вот спустя два года самка может опять размножаться, и тогда уже молодая кошка, кот или кошка, снежный барс, он уходит от матери. Насколько я знаю, вообще этих кошек очень долгое время не могли никак не поймать на камеру, заснять, увидеть, то есть они настолько скрытные, настолько осторожные, и вот таким образом хаотично, но в характере стараемся сделать пятнышки для них, которые будут нам показывать, что это за зверь такой красивый. Вообще не знаю, пока не буду добавлять акварель, ему, мне кажется, что он может быть и без акварели тоже красиво здесь останется, потом если что добавлю. Ну, вот такой получается красавчик. Так, сейчас немножко полистаю, что тут пишут. Да, у меня есть ютуб-канал, его найти можно либо через сайт, там ссылка есть, либо сохраненный сторис хайлайтс, кружочек, так и называется, ютуб-тут, там ссылка на ютуб. так, вот он снежный барс, пока что мы с ним останавливаемся. Дальше у меня есть замечательный беркут, тоже очень красивый, это орел, невероятный, тоже интересный, такой красавчик, и буду сейчас его добавлять вот сюда, в эту часть. С дочкой смотрим планеты Земля, спасибо, благодаря вам, вдохновили, решила посмотреть все серии. Правильно, это очень классно, познавательно, интересно и полезно, потому что так или иначе, мы же все равно все живем на этой планете, и как минимум это просто интересно, посмотреть на тех животных, в их естественной среде обитания, на которых мы максимум можем посмотреть в зоопарках, и то, не все эти животные, и соответственно, мы их не видим во всей красе, потому что это стесненные для них обстоятельства проживания. А тут можно увидеть такие кадры интересные, может быть, кто-то прям вдохновится из детей, и в итоге будет зоологом, или кем-то исследователем, будет работать в съемочной группе, которая будет снимать животных и видеть их вживую, но это же тоже классно, и по-моему, это прям вдохновляет. Так, Беркут, 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 как тебя нам сделать? Пожалуй, я его сделаю. гелевой ручкой. С ним то же самое, как и со всем остальным. Немножко у меня будет на Барса нападать, но я думаю, что ничего. как и с остальными, высматриваю основные какие-то линии и стараюсь его изобразить. Но тут, наверное, я с ним прям хорошенько поработаю с деталями, потому что много перьев, и хочется передать вот эту фактуру интересную, которая образуется. у Беркутов тоже очень интересная история, там была рассказана вообще про них факты, что размах крыльев у него 2 метра. Мне очень нравится, когда такие факты слышу про какие-то реальные размеры, сравнивать с чем-то, что у меня перед глазами. Например, когда я смотрела голубую планету, и там рассказывали про всяких китов, косаток и прочих таких огромных существ, и рассказывали их длину, например, там длина китовой акулы была около 20 метров, по-моему, у нее длина, и потом смотришь, 20 метров сложновато представить, ну примерно, ты понимаешь, сколько это, но хочется в реале посмотреть, и начинаешь искать в интернете размер здания, длина здания, жилого пятиэтажного, и смотришь, и когда ты понимаешь, что эта длина это, например, 4 подъезда или 3 подъезда, и ты смотришь, в реале выходишь на улицу и смотришь на эти 3 подъезда на эту длину, и представляешь, что такое длина рыба огромная, и просто представить, как ее ты встречаешь, но это прям дух захватывает. То же самое вот Берку, да, там размах крыльев 2 метра, и просто вот отмерьте 2 метра, и посмотрите, что это вот раскрытые крылья у птицы. Это очень-очень вдохновляюще. А еще из того, что помню, что они могут пролетать в поисках пищи до 160 километров в сутки. Что они пикируют, когда видят добычу, они пикируют со скоростью, по-моему, 360 километров или 320 километров в час. Быстрее них пикирует только сапсан. Представляете, насколько быстро вообще птицы развивают вот эту скорость. Видите, как я штрихи кладу? Можете внимательно понаблюдать. Это помогает показать одновременно и строение, и силуэт создаю, который вот он образуется красивый. Можно еще поработать с тоном, где-то сделать более глубокие тени, потемнее, понасыщеннее. Но я этого делать не буду, потому что, во-первых, у нас время, в принципе, эфира ограничено, чтобы я успела все сделать. Хотя это добавило бы еще своего тоже интересного такого шарма. А еще беркуты охотятся на лис. И они вообще больше поживой дичи, не дичи, а добычи. Но когда зима суровая, иногда им приходится кушать и падаль. И у них там очень красивые кадры показывали тоже это сражение нескольких беркутов, которые учуяли все эту падали. И вот все скопились возле нее. А так как они тоже не стаями живут, а кажется, в поддельности, у них там началась борьба. За лакомый кусочек зимой. В общем, очень интересный сериал. Я как-то зависла пока на второй серии, посмотрела ее и все, пока не продолжала дальше. Так, ну и конечно у нас есть второе крыло, про него забыть нельзя, потому что иначе будет неполноценный наш прекрасный. Тут можно уже поменьше сделать каких-то деталей. Вот эта часть, она более такая проработанная. А здесь можно уже больше намеками. Ну, больше, конечно, времени на него ушло, чем 5 минут явно. Но это стоило того, потому что такие интересные детали, сложные. Так, сейчас вопросы, вопросы, вопросы. Ага, мои давно мечтают стать орнитологом. Я в детстве тоже хотела орнитологом стать. Когда рисуешь сразу линером, как не ошибиться с пропорциями? Можно сначала медить карандашом или лучше развивать глазомер сразу? Карандашом вы точно так же рисуете, как и линером, и можете ошибиться. Другой вопрос, что карандаш вы знаете уже для себя, что вы можете стереть, если что, а линер вы не сотрете. Вот вы пробуете с карандашом работать точно так же, как с линером, только карандаш не стирать. Поставьте себе задачу, что у вас нет резинки. Просто убрали резинку и все. И тогда работа с карандашом ничем не будет отличаться от работы с линером. И, собственно, да, тут задача стоит просто стараться улавливать вот эти правильные линии сразу. Даже не то, что пропорции. Тут и пропорции нужно сохранять, да, это глазомер вы развиваете. И вы также развиваете умение сразу вести линию более правильную, которая будет характерна для предмета, который вы изображаете. Это вот касательно всех быстрых набросков. То есть, рисуя быстрые наброски, резинки рядом нет. Все, вы резинку убираете, вы что карандашом, что линером, что акварелью рисуете вот с первого раза и как получится. Других вариантов нет. В этом и есть задача быстрых набросков. То есть, резинку прям все, табу. Если вы будете постоянно полагаться на то, что вы можете стереть, подправить, то это будет ваш постоянный костыль, на который вы опираетесь. Убирайте этот костыль и учитесь ходить вот так вот, как есть, без резинки, без возможности что-то поправить. Эффект будет быстрее гораздо, быстрее и качественнее. Конечно, сначала может быть очень, как бы не очень, да, для вас. То есть, вы будете хотеть, чтобы все было классно-классно, а будет получаться так себе. Но нужно просто преодолеть этот момент, и потом все будет получаться супер. Так, остались у меня, остались у меня рысь. Вообще, у меня много кого осталось, но не знаю, сейчас посмотрим, как мы будем укладываться в размеры и во время. Осталась у меня прекрасная рысь, осталась у меня фламинго гризли. Пожалуй, я давайте сюда сейчас рысь размещу. Она у меня будет в акварели красиво располагаться. Вот она у меня красавица. Такая немножко похожа на собаку. А знаете, почему, мне кажется? Потому что у нее задние лапы длиннее передних. Намного длиннее, то есть, круг этот, он прям торчит. Ну, попробуем сейчас. Так, наверное, возьму 4Б карандаш. А рысью я буду делать чуть поменьше, чем ее соседа. И вот видите, смотрите, кто там спрашивал про карандаш, про линер. Вот линию я веду. Я не рассчитываю, что я что-то буду поправлять. Поэтому намечать карандашом, ну, смысл для чего? О, я вижу смысл только в том, чтобы была возможность поправить. Но поправить у нас возможности, в принципе, нет. Это быстрая зарисовка. Поэтому, собственно, поэтому и отпадает необходимость в карандаше, если вы хотите работать линером. Просто работаете и все. Если вот линия у меня сейчас, я хочу ее повыше поднять. Я не беру карандаш. Я просто делаю соседнюю линию рядом. Это, просто поймите, что вот эта работа, это черновая работа. Это все черновик. Это все изучение. Как я уже сказала несколько раз. Это изучение фигуры, предмета, который вы изображаете. И здесь могут быть какие-то ошибки, какие-то не очень симпатичные вещи. Но это окей, это нормально. Это, знаете, можно сравнить, например, с детьми, которые учатся ходить. Они же не могут вернуться назад и поправить себе свой шаг, чтобы не упасть. Нет, они падают и делают из этого определенные выводы. Вот здесь точно так же. Сделали какую-то ошибку, сделали вывод из этой ошибки и пошли дальше. Здесь еще какой плюс есть, например, в рисовании с рысью конкретно. Что у нее есть тоже какие-то пятна. И вот эта линия неудачная, мы ее можем прекрасно преобразовать в узор. И тогда будет ощущение, что этой неправильной линии и нет. То есть как будто бы это все так и должно быть. Так. Так. так и добавлю немножко акварели как раз по цвету хорошо будет здесь смотреться у нас здесь немножко акварели с левой стороны хоть что я рисую даже не вижу да беркут нападает на барса ну пусть будет уже так я думаю что на барс он бы вряд ли нападал в реале слишком барс серьезная кошка еще классно работать с мягкими карандашами но вот еще мягче чем у меня в таких набросках быстрых потому что они часто размываются тоже немножко акварелью и могу давать какие-то интересные там серые оттенки решения красивые раз и все у нас получился в принципе симпатичный набросок но самое главное что из этого я вынесла это то что у меня голове отложилось больше понимания по анатомии этого конкретно зверя теряется барс вижу что потерялся немножко так ну что у нас есть еще гризли прекрасная я думаю что можно их вот сюда наверх разместить это мама с медвежонком покажу вот вот они можно их небольшим силуэтом разместить показать даже наверное пока вообще без карандаша без линера просто акварелькой такие прям рыжие на фотографии не знаю насколько фотография обработана про гризликов интересное они строят себе берлоги выкапывают на глубине три километра представьте три километра они вглубь горы копают и около пяти месяцев там находятся за это время рождаются медвежата обычно 23 и потом по весне они выходят на поверхность горы и быстро быстро спускаются потому что постоянно по весне происходят лавины и и чтобы успеть спуститься чтобы не пострадать они это делают очень быстро вот и внизу уже там где гораздо теплее чем наверху в горах где снег уже сошел они начинают отъедаться причем самое интересное отъедаться растениями то есть не мясом то они охотятся и и на рыбу там тоже и на каких-то животных но отъедаются больше именно растениями растительного корма и рассказывали такой момент важный про то что так как сейчас все равно уже происходит до глобальное потепление вот эти ледники которые на вершинах гор находятся они очень быстро сейчас ставят то есть меньше стоят быстрее начинают таять и из-за этого короче становится период вот этой зимней спячки медведи просыпаются раньше и за это время не успевает вырасти вот этот корм то есть эти растения которыми они питаются он не успевает прорасти вырасти в достаточном количестве из-за этого медведи начинают голодать поэтому кажется что это все как-то влияет вроде как не сильно да там или не может влиять на именно там эти глобальное потепление эти все штуки не очень сильно вроде как влияет там на других то есть это касается только там не знаю контент артики или еще чего-то но нет это касается всех абсолютно всех это тоже очень много рассказывали и в голубой планете тоже какие вот эти цепочки взаимосвязи происходят живой природе что это таяние ледников крупных которые находятся и в океане и в горах как это сильно влияет на перемены не только в самом климате но но как бы и в климате это за собой ведет определенное конечно последствия для всех животных в первую очередь в основном что это конечно происходит голодание многих животных но голодание как вы понимаете за собой ведет вымирание к сожалению более редкое размножение и вымирание медвежонок похож на собачку стал но примерно примерно медвежатки у меня есть еще голова геркута она у меня тоже там stories висели я думаю тоже можно здесь расположить здесь в этой части и тоже наверное я ее попробую сделать сейчас акварелька и пожалуй на этом я закончу у меня тут получается пустовато но я здесь пожалуй напишу потом добавлю текст уже вне эфира тексты какие-то факты про животных которые здесь изображены может быть здесь еще что-то подобавляю и потом сфотографирую выложу все в публикации вот прям совсем текстом совсем-совсем как я определяю с чего начать рисовать зверя я просто смотрю что у меня цепляет то есть в каждом конкретном случае я смотрю на фотографию и ну вот на что у меня глаз в первую очередь упал например сейчас вот беркут вот вот такой я начну вот с этой части то есть я не могу сказать что это какая-то логическая у меня логическая цепь мысли в голове почему именно отсюда начинаю скорее это просто индивидуальное предпочтение в каждом конкретном случае то есть вот мне понравилось там зацепила здесь у лисы вот ее спинка да как именно линия-то пошла я решила с нее начать там у рыси уши потому что это собственно начало вот этой тоже линии спины которую я стала рисовать то есть отчетная . получилось там данном случае и вот каждый раз это просто смотрю что мне вот понравилось в конкретном животном что у меня больше всего зацепила даже не то что в конкретном животном а в конкретной фотографии вот так будет правильнее сказать потому что та же лисица с другой фотографии я начну по-другому рисовать здесь вот клюв ночью голова беркута мне хочется и просто ее как-то сделать именно по цвету показать какой он тут необычный интересный наверное пожалуй после я добавлю еще сюда карандаш или что-нибудь так не надо только не проворонить окончание эфира у нас осталось пять минут время пролетело незаметно что-нибудь что-нибудь как Субтитры сделал DimaTorzok Вот такими мазками намекаю на оперение, которое вижу Пожалуй, даже линер добавлю тут Точнее, не линер, это гелевая ручка обычная Не путать с линером Она, сразу скажу, растекается, когда по сырой бумаге ведешь Но здесь мне это как раз и нужно Субтитры сделал DimaTorzok Я думаю, на этом можно и закончить Ох, сколько прилетело сердец Спасибо, я рада, что вам нравится Пробуйте тоже Это вот быстрые наброски, быстрые зарисовки Еще раз повторюсь, здесь нет цели сделать все прям шикарно, красиво Здесь есть цель поизучать натуру, поизучать предмет, который вы изображаете Это может быть вообще что угодно Единственное, я бы все-таки компоновала по темам хотя бы наброски То есть, если мы делаем животных Ну, вот в данном случае это животные Ну, скажем так, которые обитают в горах и в лесах То есть, они все между собой очень так как-то, ну Друг с другом хорошо дружат Там морские обитатели могут быть Там, не знаю, если это какие-то предметы Пусть там это будут фрукты, овощи Пусть это будет Ну, то есть, знаете, не Не знаю, как по мне, так не очень будет на одном листе На одном развороте смотреться груша, кошка и колесо Ну, то есть, немножко разные прям такие темы Они слишком такая сборная солянка Потому что тут и так получается в таких набросках сборная солянка из различных инструментов То есть, тут и линеры, и гелевые ручки, и карандаши, и акварель, и все вместе Еще и по темам делать разброс Но это уже прям, как по мне, это перегруз Вот, поэтому в данном случае вот такого плана Можно собирать различные темы По этим темам делать вот такие быстрые наброски и зарисовки Кто-то из подписчиц предлагал мне делать челлендж Но я пока не готова просто следить, в общем, за этим всем Не совсем у меня достаточно сейчас времени на то, чтобы именно отслеживать результаты челленджа Как-то делиться им и достаточно активно его вести Поэтому я пока не готова Вот, но вот таким образом проводить эфиры я с удовольствием Референции есть у меня Ой, блин, все, я прощаюсь, прощаюсь Референции в сторис по ссылке Все, пока